Музыка Продолжаем занятия в рамках университета рабочих корреспондентов. Сегодня выступает профессор Александр Сергеевич Казёнов. Тема его лекции «Путь постижения современного марксизма». Пожалуйста. Здравствуйте, дорогие товарищи. Сегодняшняя наша тема – это продолжение той лекции, которую мы обсуждали осенью. Там, значит, получилась она более такой вот объёмной, чем я первоначально рассчитывал, поэтому понял, что её нужно продолжить. Поэтому отчасти я немножко, значит, вспомню материал предыдущей лекции, но отчасти, значит, двинемся дальше. Я думаю, что это вообще-то большой такой разговор. Мы, собственно говоря, и ведём всё время этот разговор. Другое дело, что оно в таком разобранном виде, как бы по отдельным темам. А вообще это у нас и есть всё время занятие по постижению марксизма, по постижению, значит, марксистско-ленинских теорий, по постижению научного социализма, как учения. Кстати, вот к вопросу о постижении. Значит, открыто Марсом и Энгельсом новая социальная наука и даже социальное учение, состоящее из нескольких наук, которое называется «Научный социализм». Энгельс в двух работах в «Антидюринге» и в «Развитии социализма от утопии к науке» показывает, как, почему открыта эта наука, на чём она базируется. И вдруг, значит, после 61-го года, а особенно после 67-го года, появляется новая наука – научный коммунизм. И непонятно, кто же это создатель этой новой науки. Вдруг возник научный коммунизм. Везде открыты теории научного коммунизма, везде в вузах, значит, преподается научный коммунизм, защищают диссертации по научному коммунизму. И получилось, что научный социализм – это где-то там есть он. Но изучаем мы серьёзную дисциплину, значит, в Академии общественных наук, в высших партийных школах, в вузах научный коммунизм. И, скажем, даже вот я грамотный человек, значит, тогда, но мы-то уже, вот наше поколение, мой возраст, мы вошли уже на научный коммунизм, как бы он был. Ну, и мы и воспринимаем, что вот есть такой научный коммунизм. И только, значит, врубаясь и постигая теперь, уже вот в этом зрелом возрасте, специально сосредотачиваясь именно на постижении, понимаешь, что был совершён колоссальный подлог. Вот этот научный коммунизм вспоминается даже в Конституции 1977 года. Зафиксировано. В чём суть этого подлога? В том, что научный коммунизм, по определению в учебнике научного коммунизма, это политическая теория марксизма. Что значит политическая теория марксизма? Это значит, что остались за его границами философия, политическая экономия, а есть вот отдельная особая наука, научный коммунизм, и её вы изучаете. Тогда как у Энгельса вот этот научный социализм, он как, значит, стройное социальное учение, состоящее из философии, политэкономии и социализма в собственном смысле слова. Значит, теории социализма, теории о стратегии и тактике классовой борьбы. Действительно, значит, в нём основное содержание, вот это вот политическое, в этом аспекте, если рассматривать. Но, поскольку эта теория, она в учении в целом, она связана и с философией, и с политэкономией, поскольку она и воспринимается, и изучается как целая в единстве трёх составных частей. А нам сделали философии, как бы наше сознание расчленили, и сделали вот такой вот закуток. Этот закуток, значит, в какой-то мере он является продолжением мировоззренческой контрреволюции, которая была совершена на рубеже 60-х годов, когда товарищи создали учебник по основам марксизма-ленинизма, и в этих, в марксистско-ленинской философии, там были основы марксизма-ленинизма. Была попытка сделать учебник по общему мировоззрению, по общему учению, по научному социализму, как учению, значит, марксизма-ленинизма. Но тут же они мировоззрение как-то это оставили в сторону и замылили, про него забыли, а создали учебник, значит, основы марксистско-ленинской философии. И в предисловии так и пишут. Марксистско-ленинская философия – это мировоззрение, значит, марксизма-ленинизма и коммунистической партуры. Из философии сделали мировоззрение. То есть получается, что есть у нас теперь философия на мировоззрение, политэкономия отдельно и отдельно научный коммунизм. То есть всё раздробили. И вот мы, студенты, конечно, когда мы изучали, ну это какие-то, так сказать, разные вещи. Один год изучается одно, другой год изучается другое отдельно от тех, третий год изучается, третий отдельно от других. То есть мировоззрение наше раздроблено, и это сделано теперь, я понимаю, специально. И Тариш Суслов из себя там строил догматика, на самом деле он крышевал всю эту контору. А, значит, руководил всем этим делом, значит, он постольку, поскольку он был одно время и руководителем отдела ЦК КПСС по внешним связям и отделом пропаганды агитации. И у него там работали товарищи Кусинин, известный, товарищ Пономарёв, известный такой антисталинист, самый крутой, племянник которого сейчас в бегах и на агент. Значит, Андропов в этих же отделах работал, и Яковлев Александр Николаевич, он тоже, значит, в этих отделах ошивал. Более того, оказывается, все документы важнейшие партийные, программу и конституцию делали люди из этих отделов. В том числе, значит, вот этот самый Пономарёв, он был и руководителем рабочей группы по созданию третьей программы партии, в которой произошёл переворот политический, отказ от диктатуры пролетариата. Это его рукоделом, значит, для мере Кусинина и его. И конституцию тоже руководителя рабочей группы опять этот товарищ Пономарёв. Более того, значит, этот товарищ Пономарёв, значит, стал руководителем после того, как уехал после скандала 72-го года послом в Канаду наш дорогой товарищ Яковлев. Ему дали более, видимо, ответственное задание там, пройти стажировочку. А место его занял этот самый Пономарёв. Был руководителем по созданию буржуазной конституции 77-го года. Вот я только закончил это исследование. Показываю, как выветривалось социалистическое советское содержание, суверенитет из советских конституций. Это вот сейчас вот сосредоточились, что, мол, там разрушили СССР. Горбачёв, кстати, ему сегодня день рождения, да будет он, не ладен. 92 года, да? Сегодня бы ему стукнуло. Всех их Господь в прошлом году прибрал. И Шушкевича, и Кравчука, и этого самого. И Горбачёва. И Горбачёва, и Бурбулиса. Бурбулиса. Да. Значит, что вот, мол, они там, люди какие-то. Мы марксисты, материалисты. Мы понимаем, что люди играют большую роль, но есть процессы, объективные тенденции. И вот откуда, значит, берётся понимание, что происходило, что является сутью процесса, сущностью процесса. И как, значит, играли люди здесь, что они делали, что они получили в итоге, и как нам ко всему этому относиться. Значит, вот я вам и докладываю, что вот этот вот Пономарёв – это сознательный враг народа, нераскрытый. Андропов, не знаю, но тоже, значит, его лицо высвечивается на этом фоне в таком сугубо отрицательном виде. А Суслов, вроде так, по внешним этим параметрам, он вроде, значит, догматик такой, коммуняка. А на самом деле, я так понимаю, понял теперь. Он просто был прикрытием, крышей для вот этой вот всей публики. Хотя сам он происходит из комбедов. В юности он был членом комбеда из бедняков, крестьян, Ставропольского края. Вот в прошлом году ему было 100 лет, нет, 120 лет со дня рождения. Вот, прошёл путь. Но путь, я посмотрел, он в комбеде немножко поработал, его выдвинули на комсомольскую работу. В комсомольской работе он немножко поработал, на партийную работу. И так он нигде в производстве, с рабочим классом нигде не общался. У него сугубо вот эта вот карьерная, функционерная карьера. И он дошёл, значит, до самых верхов и, как говорят, на него был серым кардиналом. Хотя непонятно, что это значит в отношении него. Так что вот они, куда распространяются постижения. То есть, скажем, раньше я знал, что ну как-то не очень тут всё соотносится научный социализм и научный коммунизм. Вот, и теперь только постигаешь, что да, это была, значит, целая такая система антисоветской деятельности на самых верхах руководства партии и государства. Они всё это закрутили, запутали, и нам это всё приходится распутать. Кстати, о чём я и пишу вот в этой статье в сборнике летнем августовском, который там лежит, что Гегель ещё обратил внимание, что вот когда что-то отрицается и от него остаётся отпечаток, то дальнейшие отношения, значит, бытия и бытия для иного, они не столько развития получаются, сколько запутывания. И нам теперь приходится это всё распутывать. Но это может распутать только тот и те, кто чётко владеет понятиями. Кого вот не собьёшь на всякую мелочёвку. Вот дело обстоит так, а не иначе. Вот три есть определения, изночения и смысла слова народ. Три. А это, это вычурное, это кто-то придумал. Возможно, ЦРУ. Шахрай, значит, это пропустил. Глядишь и сам по глупости, ляпнул где ничего не такое. А мы это всё должны распутать, знать и понимать. Почему? Потому что общество всё равно будет развиваться. Всё равно оно выйдет на эту дорогу. Почему? Потому что кризис, мы вот видим сейчас, что тот всеобщий кризис капитализма, который развивается уже более ста лет, он сейчас вновь обострился и принял резкие военные опять формы. Не дай бог, не в этой аудитории будет сказано, скоро, значит, разразится новая война, серьёзная, большая между Америкой и Китаем. Всё идёт к этому. Возможно, мы наблюдаем эти сполохи на Украине. В Тайване готовится такой же сполох. Почему? Потому что мир, настолько он переполнен этой гнилью, и настолько он переполнен этой пошлостью, и настолько он переполнен фальшивым богатством. Если целая страна, 33 триллиона долларов, значит, живёт в долг. Государственный долг. Это всё общий долг. Там сейчас государственный, а сейчас сейчас надо. Вот. И она не знает, что с этим делать, не знает выхода. Они не понимают, что с ними самим происходит. У них борьба, значит, сейчас вот обострилась партией, а под этой борьбой партии борьба разных видов капитала, финансового капитала с одной стороны, производственного с другой. И чем закончится эта борьба внутри США ещё неизвестно. Но что мир раскалывается на вот эти сектора, на эти зоны, это уже сейчас очевидно. И внутри этих зон идёт борьба, что в Европе, что, значит, в Соединённых Штатах, да и в других тоже, значит, положение не очень сладкое. Поэтому вопрос о постижении, о постижении в понятиях, это вопрос, я думаю, вот для нас, для коммунистов, для теоретиков, для руководителей, он имеет такое первостепенное значение. И нужно сказать, что всё-таки вот за эти 30 лет, хотя практических успехов у нас не очень много, вот я думаю, что мы сумели сохранить основное содержание марксизма и его отстоять. Ну и в этом смысле, скажем, одно из главных дел, которые мы сделали, это мы отстояли Сталина и подняли, значит, в народе целую такую волну уважения к Сталину, к его авторитету, даже поклонения широких слоёв, в том числе даже и части буржуазии, особенно мелкой. Она уже за Сталина, мелкой буржуазии, уже спорит со мной, что Сталин, он молодец, а ты тут с Лениным, со своим, отстаёшь от жизни. Но я объясняю, что Иосиф Виссарионович, он всё-таки всю жизнь считал себя и неоднократно каждый год так или иначе повторял, что он ученик Ленина, цитировал его во всех произведениях. Начали, да, мы же проделали реабилитацию Сталина, может быть, вы не помните или не заметили этого, а я вот в этой статье об этом говорю, что газета «За рабочее дело» в 1994 году, но я забыл номер и не нашёл этого номера «За рабочее дело». Где-то он у меня был, где мы с Фетисовым написали статью. Значит, «Сталин реабилитирован». И как-то там через... Уже она эта тенденция была, значит, в Ушино уже было несколько таких известных статей по Сталину. И пошла, пошла, пошла волна, значит, положительных работ по Сталинам. И Сталин сейчас, это уже такое, коммунистическое знамя очень значимое. И уже теперь он нам помогает. Раньше мы его тут отстаивали, а теперь, можно сказать, он нас отстаивает там перед кем-то. и в этом вопросе тут мы, я думаю, добились очень большого и очень правильно дело сделали. В-третьих, мы много, значит, провели бесед, лекций и статей написали, и, наконец, провели конференцию в позапрошлом году, где показали, что антисталинизм это самая острая форма антикоммунизма. И, значит, вот в дальнейших статьях, в том числе и в этой, вот в последней, значит, мы опираемся, что, да, вот антисталинисты, вот они, я о них и говорил, что Суслов, Андропов, Пономарёв, Яковлев, а это антисталинисты крутого свойства, сознательные, а не антикоммунисты, а это они просто прикрывались антисталинизмом, борьбой со Сталином. На самом деле, они, конечно, вели борьбу с коммунизмом. Вот, и я думаю, что вот эта вот тенденция, которую мы открыли и вот так вот сформулировали, я думаю, что она тоже помогает в теоретическом освоении марксизма и в нашей конкретной практической работе. Да, ну и с народом, значит. Вот отчасти мы поговорили, что народ используется, категория понятия народ, вот она используется для отупления народа, и даже грамотные слои населения, грамотные лидеры-идеологи, они поддаются этому делу. Скажем, вот уважаемый Александр Андреевич Проханов, которому исполнилось на днях 85 лет, вот тут выдал, значит, формулу. Один народ, одна судьба, одна победа. Значит, он здесь со времён перестройки и у нас, и в Москве, и у нас приезжал сюда. Значит, мы его слушали как такого довольно левого, значит, коммунистического деятеля, хотя он в партии КПСС никогда не стоял, но он стоял на таких на прочих советских позициях. И вот у него теперь, да, то он поддерживал Ельцина в какой-то момент, то он вначале поддерживал Путина, потом от Путина отошёл, сейчас опять он заядлый путинист, и нам выдаёт вот эту формулу, как вроде вот формулу патриотизма. Но какой один народ? С кем он один? Мы едины с буржуями, с олигархом? Или они тоже трудящиеся классы населения? Я же не говорю про национальности, да? Скажем, там в эти в Ельцинские времена этот писатель-то как его? Дерево, дерево. Фамилия происходит от дерева. Как его? Значит, называет, кто руководит Россией нынешней? Сам еврей и называет там 12 или 13 еврейских фамилий. А там ещё значит армянские, а там ещё азербайджанские, а там ещё татарские, а там ещё какие-нибудь. То есть, ни в каком смысле народ не едит. Липатов? Липа. Ну, дети ну, берёшься. Значит, ни в каком смысле народ угнетён. Народ эксплуатируется в бешеном давлении. Заставляют его работать по 12 часов уже давно. Народ вымирает уже 30 лет, не 30, уже 40, наверное, лет. В мирное время. Ну, вымирает 30, а падение населения уже 50 лет. Да нет, 30 лет. Нет, вымирает. Вымирает. И падение 30 лет. А падение больше. Падение рождаемости. Падение населения с 74-го года. Ну, чё нет? Падение рождаемости. До 90-го года. Не население, а рождаемость. Выпадало и... Ну, сокращается население. Не вымирает, как сейчас. Да нет. Часто оно вымирает. Смирение растёт, а рождаемость падает. Смертность больше рождаемости. А замедляется... Замедляется рождаемость, С 74-го года замедлялась рождаемость. Это правда. Замечательно. Но природное население было до 90-го года. с 91-го года замедляется рождаемость и растёт смертность. И это называется русский крест. А население прирост уменьшается где-то там с 75-го или с 70-го года. Первый прирост сначала... Он был, но маленький. Сначала маленький. Уже сокращался. Но это же и другое. Прирост сокращался. Что другое? Товарищи, не спорим. Никаких тут сомнений. Выскажите, что прирост сокращается. Всё. А после 90-го года, начиная с 91-го года, просто вымирает население. То есть не воспроизводит себя. Такое явление было в мирное время только во Франции после Парижской коммуны. Вот в конце 70-х Парижская коммуна когда у нас была? В 71-м. Значит, вот 70-е, 80-е, 90-е, нулевые годы во Франции всё время сокращалось население. Вот. И у нас вот так вот. Значит, сокращалось, сокращалось, теперь ещё и вымирает. Поэтому говорить о каком-то единстве народа в смысле нации бессмысленно. В смысле трудящиеся населения едины. Ну, это едино трудящиеся. Конечно, нас эксплуатируют. А в этом смысле мы едины. В каком сейчас мы? Да он, конечно, использует в смысле нации. Имея в виду российскую нацию, состоящую из многих национальностей. Да. Это вот грамотный человек Зюганов. Он всё-таки идеолог-то крупный, серьёзный, писатель и такой философствующий. А уж про остальных я не говорю. А их нынче очень много разного рода социалистов. Да. Ну и занимаясь значит, вот этой темой постижения я сделал для себя небольшое открытие интересное. с детства я слышал слово тяма. Кто-нибудь слышал слово тяма? Знаете, что такое тяма? Никто не знает. Да. Было? Было. Что оно значит? Да-да, тямы нету. И я, я его знаю с молоду, но я его нигде не слышал, кроме вот одного узкого круга. И тут вот размышляя над этим, над этой проблемой, скажем, Бакунин говорит, русский мужик тёмен, но он не дурак. То есть он не образован, тёмен, вот в этом смысле образования, но он разумен. Тяма у него есть. И я хотел так написать, а потом думаю, нет, как-то это нехорошо, как-то неизвестное слово. А загляну-ка я всё-таки вдали. Открываю вдали, тяма. И тяма, там несколько значений, понимание, разумность и постижение. Бой интересный. То есть как раз то, что мне надо. Думаю, да, вот это интересно, тяма. И действительно, вот скажем, Путин, да, вот тяма у него есть. Причём она родилась, видимо, довольно поздно. Почему-то в первых классах он был двоечником. Его даже в пионеры не хотели принимать. Но потом всё-таки приняли. Причём вставлено. А? Причём вставлено, да, в этом здании. В музее. Да, всех принимали. Пионеры принимали всех. Но в данном случае вот так. И именно были основания. Ну, какой-то двоечник такой чувствуется, что бестямый был он тогда. Но это дело взрослое. Одни там рано развиваются, у них рано появляется вот эта смекалка, способность схватывать, а у других позже, у него позже. И она у него развита. Но, конечно, постижения большого у него общественных процессов не было. Поэтому он эти ляпы допускает, что со Столыпиным, что со Лженицыным, что на Сталина значит, эти вот такие несуразности выкатил. и даже думаешь как-то это он сам или это ему кто-то подбрасывает такого рода вещи. Потому что Солженицын, он собственно уже разволочен в общественном сознании, что это брак народа. Солжелый брак. Да. Теперь Столыпин, но тоже значит, зрелые такие серьезные ученые, Столыпин и патриоты относятся к нему значит, ну как-то так свысока, скажем так. И там все на него значит, патриоты, что вот его там еврей Мордко убил. Ну еврей Мордко его убил, но на него было несколько покушений. Несколько. Вот. И не в евреях дело, а в том, что он покусился на основы русской цивилизации, на общину. Он ее гонитель и душитель, сознательный развратитель. Вот. И община ему ответила точно так же, как и Александру Второму. Вот освободитель. Он кого он освободил? Он закабалил, оставил народ без земли на свободу выпустил и дети вон нанимаете себе рабами на фабрике. А они раньше все-таки жили на своем куске земли, там плохой, еще какой-то такой, но с голоду по крайней мере не помирали, можно прожить. Он это все разрушил. Поэтому он получил опор свой. Так что Владимир Владимирович, у него тема есть, и мы это видим хорошо, что он умеет разговаривать с людьми, умеет реагировать, умеет так это запросто поговорить, чувствует собеседника из низов, потому что он и сам из низов. Но постижений у него конечно никакого нет. И ему некогда заниматься постижением. Я говорю, он в последнее время работает актером, он каждый день выступает. Ему посидеть, позаниматься, вникнуть в государственные проблемы никак. Но ему это простительно, как простительно было там Петр Первый, ему тоже некогда было заниматься науками и постижениями. У него корабли, тут заводы, тут войны. Он все время в делах. И за это ему пеняет Толстой Лев Николаевич. Конечно, ему некогда было заниматься всерьез с народом и устройством народа. Он весь всегда в суете в делах каких-то. Но грамотные люди, интеллигентные люди, они не имеют права не заниматься. Особенно те, кто выступает на публичной арене. Скажем, в последнее время, может, вы заметили, появился такой Баглаев Владимир Николаевич. Не заметили? На Ютубе мне Ютуб, я его начал смотреть, и Ютуб мне его все время подбрасывает. Директор Челябинского металлургического завода, или металлического. Не, вагоностроитель? Не, не, металлического завода. Значит, грамотный мужик, толковый во многих отношениях. Успешный, значит, руководитель завода. Создают они партию дела. Там вот Бабкин, может быть, знаете, такой лидер этой партии. Он, значит, бизнесмен, создающий трактора, тракторное производство. Здесь хотел создать, ему не дали, он, значит, уехал в эту самую в Канаду, там создал производство тракторов, оттуда привозят к ростовскому сельскохозяйственному заводу как-то так пристал, там создают трактора. Ну, в общем, дельный такой человек, книжку написал толковый, но он дельный, как мелкобуржуазный деятель. Он создаёт эту партию дела. И, значит, этот Баглаев несколько раз миром правят значит, знаки и символы. Ну, Милчик, взрослый, учился в Советском университете. Ну, какие знаки и символы? Ну, конечно, знаки и символы там используются и в жизни, и в политике, и ещё где-то. Но не правят они землёй и миром. Теперь, вот, нет идеологии, нам нужна идеология. Ну, Милчик, какая тебе нужна идеология? Ты от кого просишь идеологию? Ты хочешь, чтобы тебе Путин свою идеологию поставил, закрепил и заставил тебя ей подчиняться? Чего ты просишь? Есть у тебя соображения-то или нету? С другой стороны, раз нету господствующей такой открытой официальной идеологии, так ты, наоборот, скажи Путину спасибо и развивай свою. Какая у тебя есть идеология? Давай на стол, научи нас, если ты научишь, мы за тобой побежим за дравстаной. Но у тебя нету идеологии, у тебя есть вот эти глупости, что правят значит миром знаки и символы. Символы масонские оказывается. Числа там у масонов они приняты. Ну, вот этой всякой чушью значит поливает население. Сейчас подписки подписывателей у него уже приближаются наверное к миллионам. То есть морочат людям голову. Тогда как нам никто не мешает изучать марксизм, пропагандировать ленинизм, значит наследие социализма. Почему? Потому что как раз в Конституции записано, что никакая идеология не имеет такого вот государственного приоритета. Хотя на самом деле мы как грамотные люди мы прекрасно понимаем, что буржуазная идеология это во-первых либерализм, во-вторых как смесь различных идейных течений, как мутная вода, в которой либералы, буржуазия, они прекрасно понимают свою идеологию и прекрасно знают, что надо насаждать много всякой чуши, особенно религиозной сознания рабочих и служащих, чтобы они ничего не понимали, чтобы у них было все замутнено в сознании, чтобы была мутная общественная вода в общественной сфере, в общественном сознании, и в этой воде они будут ловить рыбу, и они ее успешно ловят. Мы видим сейчас много левых, даже социалистических партий обвинений и течений, которые создают все время новые социализмы какие-то, которые на самом деле оказываются старыми недоразвитыми утопическими буржуазными теориями. Вот и все. Поэтому никто не запрещает заниматься наукой, тем более наукой. Скажем, мне никто никогда в начальстве ректора или там какие-нибудь завказы никогда ничего не запрещали говорить. спокойно я говорю, что я коммунист, что у меня коммунистическое мирозрение и философию я преподаю с коммунистической позиции, но они знают, что со мной связаться нельзя, потому что они будут посрамлены. Поэтому никто мне не мешает. Михаил Васильевич преподавал философию до последних годов. Позапрошлом году он вышел на пенсию и его вытворили на пенсию. Потому что ждали, когда тут можно будет профессора вытолкнуть, при ближайшей возможности вытолкнуть. Но он записывал свои лекции, их можно почитать, всегда пропагандировал марсинский ленинизм. Никто ему ничего тоже не мог сделать. Почему? Потому что ты на него где сядешь, там и слезешь. С идеями бороться всерьез можно только идеями. И с нашими идеями никто не поборолся всерьез никогда. Потому что знают, что бесполезно, что у них нету идей серьезных. У них есть вот эта мешанина, есть вот эта каша, есть вот эта мелкобуржуазная всеядность, которая на самом деле вместе с кормом несет в себе и яд отравления, отрава. Ну и надо сказать, что вот это постижение оно свойственно было и Марксу с Энгельсом, постижение теоретическое, и свойственно и Ленину, и, скажем, Михаилу Васильевичу в высшей степени. Да, ну вот в этой книжке я пишу, как Михаил Васильевич Попов, вот он постиг вот эту вот мысль, которая есть у Маркса в критике годской программы. Мысль эту тоже вы, наверное, все знаете, но я не уверен, что вы ее постигли. Мысль такая, Маркс там пишет, что вот социалистическое общество, когда оно только выходит из недр капитализма, не развивается еще на собственной основе, оно несет во всех отношениях что? Отпечатки. Я отвлеку. Что несет оно на себе? Никаких отпечатков. Я про Маркса говорю, не про Ленина, а про Маркса. У Маркса в критике годской программы. Что общество несет на себе, когда оно выходит из недокапитализма. Но оно несет на себе какие-то пережитки прошлого, говорил Ленин, отпечатки, говорил Ленин. А у Марса как это звучит? А у Марса это звучит, и вы слышали все, родимые пятна капитализма. На всех экономических, политических и духовных отношениях. Рудименты. Рудименты это вы тоже можно так сказать. Рудименты. Да. И вот я значит, вот с этой тоже значит, с точки зрения, как раз считал, с точки зрения постижения. думаю, как-то родимые пятна все-таки не очень удачное выражение. И тут же вспоминаю, и тут же вспоминаю, Степан Степанович, Ленина, что Ленин говорил об отпечатках. Я думаю, что ж такое? О, люди-то наконец пришли. Хорошо, спасибо, что добрались. Да. Итак, у Ленина отпечатки, а у Марса родимые пятна. Что такое? В чем дело? Ну и, как водится, в последнее время меня заглядывает в первоисточник на немецком языке. Читаю. У Марса. Да. А Эндрюк родимые пятна. Там других переводов нет. Хотя есть смысл слова там отпечаток, оттенок и прочее. Ну и собственный смысл, да, именно родимые пятна. Но Ленин в этой работе Государственной революции 1917 года переводит отпечатки, а эти в 16-м году в собрании сочинений опять родимые пятна. в чём дело? А дело в затуманивании опять. Отпечатки значит, там Маркс ситуация и острой борьбы там с лассальянцами, которые влияют на немецкую рабочую партию. И времени мало, и он ну вот он придумал ход отпечатки, родимые пятна. это хороший образ, правильный образ, выражающий суд дела, но он образ. Поэтому Ленин, когда в более спокойной обстановке пишет, тем более в разливе, он перевёл отпечатки. Поэтому эти наши создатели вот этого тома сочинений Марса, они бы, конечно, должны были по-ленински перевести, что это отпечатки на всем обществе. Но они дали такой, ну как бы точный филологический смысл, родимые пятна. Но это шаг на сот, на самом деле. Почему? Потому что отпечатки это уже как раз не образ, а это термин. И он потом и вошёл. И вот Михаил Васильевич, я, когда начал углубляться в эту проблематику, вышел на дискуссию по экономике в 70-х годах об этих самых, в том числе родимых пятнах, об отпечатках капитализма на социализме. И Михаил Васильевич тогда, это где-то 76-й там, наверное, год, да? Нет, это уже работа у него позже была, 86-й. Но по этой дискуссии он и разъясняет, что значит этот отпечаток. Это отрицание коммунизма в самом коммунизме. Вот это точное постижение сути дела. То есть Михаил Васильевич тогда это все постиг и оставил. Он тогда занимался этой проблемой, он на нее напал, он ее решил. На основе науки-логики, скажем, когда если в науке-логике с понятием момента разобраться, то из этого понимания ясно, что это отрицательный момент в целом. То есть вот ему помогал тогда и Гегель, и вообще понимание марксизма. А нынешним товарищам, в том числе идеологам заметным и таким выдающимся на общем фоне, такого рода вещи непонятны. Но без вот этого постижения, без вот этого тщательного отношения к понятиям ничего постигнуть нельзя. Поэтому я и говорю, что мало того, что мы принимаем гегельский тезис, понятно то, что выражено в понятии, надо еще постигнуть в понятии. Вот когда ты постиг в понятии, тогда ты можешь и выразить в понятии. А если ты не постиг в понятии, если у тебя нет такой цели, тем более, ты не постигнешь. И стало быть, значит не выразишь в понятиях. Поэтому вот здесь нужна такая твердая установка на постижение, на выстижение понятий, на точное постижение понятия. Видите, вплоть до того, что приходится в немецкий язык залезать, чтобы дойти до основы, чтобы выяснить, что товарищи в 61-м году они подделали Ленина и формально вроде лингвистически правильно, а по сути они действовали в затемнении сознания. 61-й год это год контрреволюционного переворота в политике, это год 22-го съезда, на котором была отменена диктатура притариата. Поэтому они это тонко сделали, это не случайность какая-то, это кажется случайностью. Когда я молодой это читал, я этого, конечно, не замечал. Потому что было полное доверие и к партии, и к государству и так далее. А теперь, когда вот с критической стороны это всё считаешь, видишь, что это не ошибка даже, а подделка. Только что закончил исследование о суверенитете. О суверенитете. Значит, суверенность советского государства была связана с самого начала. Значит, с Советом, со съездом Советов. Верховная власть, то есть суверенитет в собственном смысле слова, диктатура политриата в собственном смысле слова принадлежит съезду Советов. В Конституции так и записано в первом. Вот. И вдруг что-то такое вот опять с этого с точки зрения постижения читаешь в нашем пятом собрании сочинений доклад Ленина на пятом съезде Советов. И обращаешь внимание, что съезд Советов пишется съезд с маленькой буквы. Странно. Это верховная власть. Съезд Советов. Он пишется с большой буквы. А тут с маленькой. Я думаю, может, опечатка. Прошерстил, значит, другие выступления Ленина в этом томе. Везде так с маленькой. Думаю, а в других томах? И в других томах с маленькой. А в четвертом издании, а четвертое издание началось в 41-м году. И в четвертом издании так? В четвертом маленьком. В четвертом, да. Думаю, ну дела. Значит, об сочинении самого Сталина с Камберу доклад на восьмом съезде. Это где речь шла о Конституции новой 36-го года. Там правильно. Это у меня есть Томик Сталинска, Конституция вот эта Сталинска, его выступление. Там все правильно, с большой вукой, как положено. В основном. Там тоже есть ошибочка, но все-таки одна. Вот. Думаю, ладно, ну-ка посмотреть, а что в стенограмме значит, Пятого съезда, когда принималась первая Конституция РСР. Беру эту речь Ленина, точно, все грамотно, с большой буквы, съезд советов, большими буквами. Еще у меня есть учебник партшколы 25-го года. Заглядываю в этот учебник 25-го года, там, конечно, люди грамотно его составляли. Все правильно, с большой буквы пишется. Нашел историю ВКПБ одну из первых. Первая была у, ой, как же, был такой атеиста у нас научный, крутой до войны, как же его? Ярославский. Ярославский, да. У него история ВКПБ 33-го года. И вторая ВКПБ до этого, не вторая, вернее, она даже первая, там еще одна у Невского была, и вот это, на которое я наткнулся, это Кнорин. Не, не Кнорин, но Бубнова. А Бубнов, он руководитель агитации и пропаганды Красной Армии, то есть грамотнейший человек. Кстати, один из руководителей Иванова Вознесенского стачкома, совета. Значит, у него все верно, все точно, все с большой. И я понимаю, что это политика, это уже борьба с советами, тенденция принижения. То есть, кто-то про это забыл, кто-то это не учел, для кого-то это не важно, а некоторые и сознательно делали все это. А в источниках 60-х, 70-х годов везде с маленькой буквой, в том числе Конституции, изданные, сборник Конституции, с примечаниями авторитетных докторов, там, наук, везде с маленькой буквы. А это не грамматическая теперь ошибка, а это политическая провокация или следование, нежелание разбираться и, значит, что-то спорить там с кем-то. Но это важнейшая вещь, если вы не уважаете этот суверенный, высший, не высший, а верховный орган. И, кстати, тоже вопрос постижения. Далее же первая Конституция, она различает верховную и высшую власть, верховный орган и высшие органы власти. А последующий называется Верховный Совет, но это название, а не определение верховной власти. У них получается вообще-то, что нет верховной власти, а есть только высшие органы власти, в том числе Верховный Совет, СССР. Спрашивается, а где суверенитет тогда, кто суверен и так далее. То есть много-много-много вот таких вопросов, которые возникают, ой, что-то я уже перехал, хотя еще опять не дошел до тех вещей, которые хотел сказать, но до некоторых дошел, вот до нашего вклада, до нашего уже вклада в марксизм, ленинизм, вот связаны как раз с вопросами постижения. То есть постижение идет, но с большим трудом, как вы видите. И понимаете, что мы уже старенькие, вот кое-что вот мы открыли, приоткрыли. А молодежи, Денис, это придется делать, с этим придется разбираться. Ну вот услышат лекции наши. Вот почему? Потому что без этого мы останемся темными людьми, которым можно вешать вот эту вот лапшу на уши. Мы не должны этого допустить. Нам на уши лапшу больше не повесить. И не повесить, я надеюсь. То есть мы еще раз на вот этот круг, на котором нас обмешурят и разорят, войти не должны. Мы должны войти, как грамотные люди. Почему? Потому что за нами еще стоит мир. В мире нету больше таких сил, которые бы могли все это адекватно воспроизводить и пропагандировать. Опыта Совета больше нет нигде. Ни в социалистических странах, ни в Китае, нигде. Тем более не в капиталистических. Он есть только у нас. Поэтому мы должны все это сохранить, двинуть дальше и таким образом передать эстафету молодежи. Я думаю, что в общем и целом мы с этой задачей, несмотря на то, что у нас сил очень мало, справились и с нами передаем молодому поколению. Спасибо, дорогие товарищи. Если есть вопросы, я готов ответить. Ну, тут два вопроса. Один, значит, вот по шайки ренегатов, ядро вот этой шайки ренегатов, кем прежде всего организовывалось и направлялось? Ну, вот с хрущевских времен. Вы поняли суть о шайке ренегатов, которая организовывалась и направлялась в хрущевских ренегатов. Но что это теснейший суть, что Суслов ученик Кусенина, в этом сомнений нет. Что Андропов ученик Кусенина и не только ученик, но он был его соратником по Карельскому Карельской республики, Центральный комитет Коммунистической партии Карелии. И там Кусенин был первый секретарь, а, значит, Андропов у него был секретарем тоже. Вот, теперь, что касается, значит, Пономарёва, то он работал в этом отделе Суслова и был, да, они там, даже вот этот отдел внешних связей, они потом разделили на отдел внешних связей с капиталистическими странами и отдел внешних связей с социалистическими странами. Одним заведовал вот этот Пономарёв, а другой заведовал Андропов одно время. Так, что это какой-то такой связанный круг. Я не думаю, чтобы это была какая-то организация, знаешь, такая с дисциплиной и так далее и тому подобное. Просто это люди, которые понимали друг друга. Значит, этот был Пономарёв, этот был какой-то просто крутой такой заведённый и признанный ими всеми антисталинист, такой принципиальный антисталинист, у них так и считал. Значит, Суслов, он тоже антисталинист, они там в этом смысле все после Хрущёва стали антисталинисты. И это их объединяло. И Яковлев приехал туда. Яковлев приехал в Москву в марте 1953 года. И я думаю, что, возможно, кто-то уже подбирал такого рода кадры. Но Яковлев до этого работал в Ярославском обкоме КПСС. Участник войны, раненый был на войне, и Бушин его поймал на том, что он дважды получил орден за один и тот же случай, в котором Бушин сомневается. Поэтому это интересно. Я думаю, что он недорасследован. Его бы надо дорасследовать. Я думаю, он будет дорасследован. Так что я бы вот так ответил вопрос. То есть они понимали друг друга. Они были людьми одного какого-то настроя. А настроя ввидим того, что Андропова напугал Пуч в Венгрии в 1956 году. Андропов там был послом. И когда развелись вот эти события в Венгрии, он, видимо, перетрухнул. А жена очень сильно испугалась и получила расстройство психики. Болела этим расстройством до конца жизни. Вот. Так что я думаю, что это просто единомышленники. Ученики, так сказать. Кученина, потом Суслово. Спасибо. Второй вопрос. Нет, продолжение. А можно все-таки вычислить, кто был Негора, предложивший топор под компас партийного романа? Не знаю, наверное, можно, конечно. Этим никто не занимался еще всерьез. Хотя отдельные историки занимались. Вот Кирилиди этим занимался достаточно много. Но это очень большая тема и проблематика. тут нужны группы исследователей на эту тему. Я думаю, что они найдутся еще. Ну, кстати, и второе, вот, как считаете, связанные очень сильно экономически Китайская Народная Республика и мировой жандарм действительно вот могут в ближайшие месяцы годы перейти грань, значит, начать какие-то военные действия из-за того, чтобы сохранить контроль США над Тайванием. Ну, я не исключаю эти действия вполне возможны. Почему? Потому что это для США будет тоже прокси-война. То есть война с чужими руками. И они с удовольствием, я думаю, строят эту войну. Хотя пока они повязаны этими вот чипами, Тайвань является всемирным производителем микрочипов на уровне там 3-5 нанометров. Поэтому возможно этот фактор будет издерживать. Но они, американцы, уже перетаскивают это производство и эту технологию к себе. Я думаю, как только они от этой стороны дела освободятся, я думаю, вполне они заинтересованы просто в том, чтобы Тайвань воевал против Китая, ослаблял Китай и таким образом как бы его ослаблял в преддверии стычки с Соединенными Штатами. А когда это будет? Через год или через два или через десять? Все вопросы есть? У меня вопрос. Вы лекцию начали с критики в советское время о изучении марксизма по его составным частям. Философия, политэкономия, научный коммунизм. Вы считаете, что нужно было как-то по-другому построить изучение марксизма? То есть это неправильно было сделано? Это было сознательное затемнение мозгов. Это было очень неправильно сделано. Я думаю, что это была подготовка к политическому перевороту. То есть это... А как надо было изучать? А надо было изучать в единстве. Вот как марксистско-ленинское мировоззрение. Вот мы тут вставили как-то одну лекцию о мировоззрении. Статья у меня была в августовском въезднике о мировоззрении. А вообще мировоззрением вот после 60-го года там раз участвовал Кусинин на Рыгзал такую по требованию партии, кстати сказать, мировоззрение. Книгу о мировоззрении. И потом это все заглохло. А нужно было, конечно, преподавать мировоззрение о методологии наук Луи и Гегеля. Естественные науки. Кстати, я еще изучал, значит, это называлось «Основные вопросы иствознания в вузах». Они преподавались примерно до 2010 года. Современные проблемы иствознания. Это же полезно всем. Вот даже в торговом институте я был, значит, там преподавались эти естественно, научные основы жизни. А это и есть основа мировоззрения. И социальные учения, состоящие из политэкономии и политической теории. И тогда было бы целостное мировоззрение. А так его, получается, разодрали и даже специалисты, вот научные коммунисты, специалисты, а темы международное коммунистическое движение, история коммунистического союза, еще там какие-то темы устройства общества, политическая система общества. А экономическую сторону дела они не знают. А как? А в марксизме так не должно быть. В марксизме должно быть, что вся эта политика, вся эта настройка, она выходит из экономики. Она определяется экономикой. Кстати, еще один момент постижения. Вот Михаил Васильевич обратил внимание, что идея Энгельса о том, что настройка влияет на базис, она тоже не была развернута. И вот в этой своей книге по социальной диалектике он показывает, что настройка активно влияет, а при социализме чуть ли не определяющим образом воздействует на базис. То есть правительство должно заниматься экономикой, должно ее развивать. И когда ее при Сталине развивали активно, тэпы роста были 16-20%. А средний, вот тут недавно вычислил головушка, 14% средний за время правления Сталина. Брижнев, он, значит, не развивал, он вбок тянул и получился застой. То есть не содействовал в направлении развития базиса, как-то вбок действовал, поэтому был застой. Ельцинская группа, она работала против развития экономики, против тенденции прогресса. И они сделали разрушение экономики совершенно закономерно. И, скажем, вот это вот указание Попова, оно очень важно для дальнейших наших размышлений о том, как руководить общество, как ориентировать правительство в том смысле, чтобы оно содействовало прогрессу развития экономики. То есть сама мысль, она Энгельсом, Энгельсом, она выражена уже в последние годы, там, в 94-м, в 95-м году, летом он умер. И там 4 или 5 писем, где он объясняет, что вот нам некогда было заниматься вот этим делом. Но, конечно, значит, настройка влияет на базис, хотя в конечном счете экономика определяет. В конечном счете, а не сейчас, не за 10, не ближайшие 5 лет. Поэтому тоже, значит, это одно из таких, значит, завоеваний, я думаю, наших, и разъяснений глубоких и плодотворных насчет будущего, в будущем, для будущего. Спасибо, дорогие товарищи, за то, что послушали, за то, что покритиковали, в каком-то смысле, значит, это справедливо. Вот, я хотел только добиться, чтобы вы осознали, что да, здесь есть проблема, проблема для каждого из нас, и что, когда мы будем теперь изучать произведение Маркса и Энгельса Ленина, мы бы вот подходили с этим таким обостренным вниманием к понятиям, к определениям понятий, к связи между понятиями, и не теряли, конечно, здравого смысла, о чем нам, товарищ выступающий, справедливо заметил. Значит, на следующий раз занятия у нас 9 марта, тема применения трудового законодательства в борьбе улучшения условий труда, читает делегат Российского Комитета Рабочих Таш Лазарев. Все, спасибо за внимание, до свидания. В следующий четверг в 19 часов. Продолжение следует...